9 декабря Православная Церковь чтит память святого преподобного Стиляна Пафлагонского, покровителя детей и молитвенника о даровании чад. В нашей стране этот святой малоизвестен, а в Греции, на православном Кипре, в честь этого святого построили много храмов. Его именем называют «Долгожданных сыновей». Киевский храм, в котором находится икона святого Стиляна, с частицей мощей, посетила наша съемочная группа. В этом уютном небольшом храме Иерусалинской иконы Божьей Матери есть не один образ святого Стиляна. На праздник из алтаря выносят икону, особую, подаренную супругами, у которых 10 лет не было детей. Врачи ставили безнадежный диагноз бесплодия. Но случилось чудо. Женщина дважды была беременна, и теперь мама двух сыновей. Если мы взглянем на образ преподобного Стиляна, которого все помнят с улыбкой, у него в руке свиток, и на свитке написано «Дети есть дар Божий». В Греции этот святой называется «другом детей» или «детским святым». Хотя имя его переводится с греческого от слова «стилянос» – «столб». И из-за этого его часто в русской традиции и вообще в славянских странах путали с преподобным Алипием-столбником. И вполне возможно, из-за этого не сразу вошло почитание преподобного в наши святцы. Святой стилян жил в пятом веке после Рождества Христова. Родился в Пафлагоне и в Малой Азии в богатой семье. С детства присоединился к монахам-пустынникам. Жил в строгом посту, но всегда улыбался. Имел дар исцеления. Его обожали дети. Христианки приносили в пещеру святого своих малышей, как в детские ясли. В Украине существует только два храма, в которых есть иконы с частицей мощей святого стиляна. И наша икона, кстати, перед которой мы сейчас молимся, потому что мощи у нас в храме не сразу появились, частицу мощей. В наш храм благословил епископ Арцистский Виктор, который в Одессе служит. И вот в нашем храме это второе место в Украине, где есть частица мощей преподобного. Каждый четверг в храме на улице Жилянской в Киеве совершается молебен с акафистом святому стиляну перед этой особой иконой. Ирина на этих службах сына Данилку себе и вымолила. Мы сюда, к сожалению, не часто приходим, но действительно было чудо. По молитвам святого стиляна родился наш сыночек. Просто в прошлом году он был еще совсем маленький, поэтому мы не пришли. А в этом году решили приехать и побывать на этом празднике, в этом храме. День памяти святого стиляна Павлогонского – семейный праздник и для семьи Левинских. Вот как раз в нашей судьбе он и сыграл самую главную роль. В этот храм мы пришли в 2014 году, узнали о нем. И о стиляне уже знали ранее. Но по молитвам этого святого и по Божьей воле у нас появился как раз Андрюша в семье. Так что сегодня у нас очень праздничный день и большая радость семье. Это наш заступник и покровитель стилян. В многодетной семье отца Александра Клименко, победителя певческого шоу «Голос страны», четверо детей. Говорят, святой стилян помогает и бездетным парам, и многодетным семьям. Мне кажется, что многодетность – это тот крест, который сама семья понести не может. Именно поэтому так много верующих семей, как раз обремененных по-хорошему многодетностью. Потому что вместе с Господом это понести можно. Когда семья пытается жить по православным канонам, жить храмовой жизнью, как-то дети один за другим воспитываются, вырастают, друг друга поддерживают. Тут важно научиться мало спать, вот и все. А дальше Господь Бог помогает во всем. Мы заехали к отцу Дмитрию на молебен, приложились к иконе святого стиляна, и через девять месяцев появилась у нас соломийка. Настоятель этого храма, протеерей Дмитрий Горчук, радуется, что за последние пять лет молитвами святого стиляна у тридцати девяти пар родились долгожданные дети. Еще семь женщин готовятся стать мамами и в храме молятся о даровании им здоровых чад. Так святой, живший в пятом веке, помогает стать родителями в двадцать первом.